Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите сие тело мое за вас ломимою, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больные, и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы осудимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Аминь». Такие важные слова здесь записаны апостолом Павлом. Много сказано за последнее время, хоть у нас не было хлебопролумения, но часто эти тексты Писания говорились. И я хочу сказать, что сегодня мы поразмышляем уже не о форме участия, а о внутреннем настроении участия в вечере Господней. Вот поразмышляем внутренность, подготовимся к внутренности, наша внутренность, каждый из нас к вечере Господней. На ключевые слова, которые я хотел бы обратить внимание, это от самого Господа, мое воспоминание, возвещайте недостойно, виновен, да испытывай из себя человек осуждение, рассуждая о теле Господнем, и от того многие из вас немощные, больные, умирают. Вот на эти слова, которые я хотел бы обратить внимание, вместе с вами особое внимание на те моменты, которые напрямую относятся в нашем внутреннем человеке. Первое, что апостол Павел говорит, это 23 стих, «Ибо я от самого Господа принял». Мы все знаем, что апостол Павел не видел до воскресения Иисуса Христа. Апостол Павел пришел к Господу, покаялся после того, как Иисус вознесся уже на небо. И апостол Павел мог только увидеть Иисуса Христа или получить это свидетельство, или это повеление, или заповедь точнее, или когда он был на небе, или когда-то Господь явился ему на земле. Мы знаем, что апостол Павлу было время испытания, или время наедине с Богом несколько лет, и, возможно, там Господь открылся ему и сказал то, что говорится сегодня к нам. Это важный момент, помнить, что хотя бы Слово Божие все, оно целиком истинно, оно праведно, нельзя сказать, что это менее важно, это более важно, но все-таки апостол Павел говорит, что это все же важнее, больше, чем другое важнее. Вот даже если это здание, в этом здании все важно, и стены, окна, потолок, лавки, но важнее и центр всего в этом здании, это, наверное, кафедра и Слово Божие, которое говорится из этой кафедры. Хотя без стен не обойтись, но без того, если здесь не будет проповедоваться Слово истинное, то все эти стены, все эти лавки и все остальное, оно не несет той задачи, для которой здесь до молитвы посвятился для Господа. И также здесь все Слово Божие, все то, что апостол Павел говорил, важно, но почему-то он здесь говорит, что я от самого Господа принял. Я думаю, что он хочет подчеркнуть, что это весьма важно, что это что-то центральное, что это от чего все остальное распространяется. Когда он самого Господа принял, что Господь уже не был в том теле, который он был до воскресения. Мы знаем, читаем в Откровении, когда Господь являлся прославленным теле, это немножко что-то другое. Иоанн, который ложил голову свою в груди Иисуса, но когда он увидел Господа, он пал перед Ним, будто бы мертв, потому что Господь уже был другой, Он был прославлен. И когда мы слышим эти слова, очень важно, чтобы мы слышали, что это Господь говорит во всей славе, во всей величии. И то, что Он говорит, это точно да и аминь. Это точно так должно быть. И все, что здесь сказано, как и мы говорим во всей Библии. Еще важный момент, что когда Господь говорит это, то Он говорит не только тогда, когда это было сказано, но как будто это сказано вот именно сегодня. Слово Божие говорит, что Слово Божие, оно живо. Мы когда читаем другие книги, то мы говорим, там прочитано так, или я прочитал так. Но Слово Божие, мы только за Слово Божие говорим, что так сказано в Слове Божьем. Оно живо, оно не стареет. Поэтому Господь так видит нас сегодня, в то же самое время Он видит, когда апостол Павел записывал эти слова. Когда был первый, второй или другой день творения, Он все время видит все времена. Он Бог, Его нет времени. Поэтому, когда эти слова были сказаны или записаны Павлом, то Он видел нас, сидящие здесь, как будто бы Он сейчас это говорил, как будто это Слово сейчас говорится, «Я принял от самого Господа и вам передаю». Настолько это серьезно, насколько это важно принимать вот эти слова, как от самого Господа. Мы обратили внимание, что весьма важно, что мы сегодня пришли, что мы сегодня делаем, потому что Сам Господь прославленный сказал эти слова, лично Он сказал эти слова. И Он сказал эти слова, зная нашу ситуацию, зная каждое наше сердце. И Он говорит, «Ибо я Сам от Господа принял то, что вам передал». Вот сейчас Он передает слова Господни. Второй момент, 24-20 стихе говорится, что «это вы делаете в мое воспоминание». Да, это нас уже как-то бы обычай или что, но главная цель – это делать мое воспоминание. Поэтому из-за кафедры и другие, даже пения, все говорится и вспоминается о страдании Иисуса Христа. Один из моментов здесь говорится, есть недостойное участие. 27-29 стихе дважды в этом тексте говорится, что может быть кто-то, какой-то человек, какой-то христианин недостойно участвовать. Это большие тексты Писания, и об этом можно в целой проповеди говорить о недостойном участии в Вечере Господне. Здесь также написано в 27 стихе «виновен». Можно участвовать и быть виновным. Господь призывает и говорит, что участвовали, и также Господь говорит, что можно участвовать и быть виновным. В 28 стихе говорится слово «да испытывай из себя человек, это один из важных моментов, чтобы быть невиновным, это испытывать себя». Осуждение себя. Можно принимать участие в осуждении себя. В 29 стихе говорится тоже. И стих, на который я хотел бы больше обратить внимание, это 29, не рассуждая о теле Господнем. Я прочитаю весь стих. «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждении себя, не рассуждая о теле Господнем». Когда я слушаю, слышу эти слова или читаю, не рассуждая о теле Господнем, о чем я думаю? Я думаю, как я, так и многие из нас думают о страданиях Иисуса Христа. Иисус распятый на Христе висит. До этого бичевание над Иисусом, взнущание, как Он терпит, как Он молится, как Он прощает. Вот об этом мы думаем прежде всего. И мы правильно думаем. Я по своим служениям «Капли соток» подготовил целый список проповедей на тему о страдании Иисуса Христа. И специально иногда напоминаю перед страданием, чтобы люди рассуждали о теле Христовом, не только вот этих два часа, но в пятницу, в субботу. Возможно, кто-то имеет возможность больше читать, кто-то может слушать. И это есть правильно рассуждать о теле Иисуса Христа. Но это не все. Если мы будем читать Слово Божие, то Бог через Слово Слово говорит, что тело Христово – это не только тот момент, где Иисус распятый. Тело Христово – это не только, когда Он висел, когда Его били. Я даже записал себе аж шесть стихов с Писания, и их только кратко выразил, те моменты, о которых хочу обратить внимание. В Колоссяном говорится, Он есть глава, тело, церкви. То есть, когда я размышляю о страждании Иисуса Христа, о теле Господнем, я размышляю о церкви. Римлянам записано, так и мы многие составляем одно тело во Христе. Мы являемся телом Иисуса Христа. Коринфианам – один хлеб, и многие, которые мы сидим здесь, одно тело. Также Коринфианам – но теперь членов много, как мы видим сейчас, а тело одно. И больше всего я хотел бы обратить внимание на 1 Коринфиан 12, 27. «И вы – тело Христово», так Слово Божие говорит. Еще один стих, Ефесянам 1, 23, «которое есть тело Его». То есть, первый момент, когда я размышляю о теле Господнем, теле Господнем на хлебопроломнении, это именно буквальном теле Господа Иисуса Христа. Второй момент, который мне лично, у меня в голове часто опускается, что я не размышляю о теле Господнем как членам и Церкви. Почему-то кажется, что это намного менее важно. Но тело Христово, мы – члены Церкви, каждый из нас – мы – тело Христово. Мы не можем различать, разделять это. То важно, и это важно. И если это так, то когда мы плохо думаем о другом члене Церкви, мы плохо думаем о теле Христовом. Насколько эти слова не звучат, возможно, печально, и, возможно, неправдоподобно, но вот шесть стихов мы прочитали, что мы являемся телом Иисуса Христа. И Господь хочет перед хлебоправлением особо, чтобы мы рассуждали о теле Иисуса Христа. У нас не было хлебоправлением уже несколько месяцев. Так как меньше мы видели друг друга как тело Иисуса Христа, то, возможно, мы меньше грешили против друг друга. Но, скорее всего, наоборот. Я вот просто поразмещал о своем сердце и думал, где же я мог бы согрешить, если не присутствовать друг против друга в теле Христовом, против тела Христового, против других членов. Я думаю, что этот список кто-то может и себе применить. Осуждали кого-то, кто не появился на Зуме. Могло бы такое быть? Я думаю, да. Кто не включался на Зум, не включал видео на Зум. Кто-то, возможно, сидел перед Зумом не так, как я считаю, правильно. Кто-то имел другое мнение о служении, о пандемии и так дальше. Кто-то другое мнение имел об обновлении босслужения в Доме молитвы, о порядке хлебоправлением. И это все касалось тела Христова. Мы как члены, мы разные были. И можно было сидеть на собрании, смотреть в этом экране и грешить против тела Христового. Я имею в виду, грешить, это если видишь, что брат согрешающий, то правильно сделать, просто подзвонить и сказать ему, ты неправильно ведешь себя. А именно грешить, это тогда, когда я осуждаю, привожу суд ему в сердце своем и ничего не делаю. А что еще больше может быть? Если бы я грешу в сердце своем, то это еще можно прийти, вот сейчас, когда мы будем молиться, то попросите у Господа прощения. Но если я это привлеку и других людей к этому греху, то надо также решить этот вопрос и с тем. Например, если я увидел что-то не так и говорю, как он мог такое, 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 то я распространял вот это, вот тот грех, вот то неправильное действие, в осуждении, и уже нужно с тем, и с тем пойти примириться. Я вот размещал и вчера, и сегодня, и думаю, а как на самом деле сделать? Вот если я сейчас осознаю, что я согрешил против одного брата или другого брата, что мне делать? Вот если мы сейчас начнем ходить, просить прощения, с одной стороны, кажется, это правильно было, и такое бывает, но как-то в нашей церкви так не принято. У меня был момент в Миннесоте, когда один брат подошел ко мне, попросил прощения. Для меня это было первый в жизни раз, но так не принято. Оказывается, у христиан есть такие хорошие, хороший момент, и я думаю, что она в нас есть, просто она, возможно, еще слух не было усказано, или я не слышал. Есть такая практика у христиан, чтобы попросить прощения у Бога, когда мы будем сейчас молиться, перед участием в хлебоправлении, когда мы вспомнили, что мы рассуждаем о теле Христовом как физическом его теле, так и духовном его теле, то есть мы нашли вину в себе. И что мы можем сделать? Попросите у Господа прощения, участвовать в хлебоправлении, но пообещать Господу, что после хлебоправлении я пойду к этому брату, к этой сестре, и попрошу его прощения, чтобы не было вот это какой-то суеты. Подойди. И если этот брат или сестра участвовали в хлебоправлении, то она уже простила, я думаю, или простил этот брат, или, возможно, он даже не знает об этом, но чтобы получить это прощение в себе, чтобы не было это осуждение, мне настолько важно попросить прощения Господа и сказать, Господи, я это сделаю. Почему это важно? Так как мы телу одно, если один палец, вот, рана, и сочится кровь, насколько это плохо, если другая рука, другие пальцы будут помогать ему еще больше, чтобы эта кровь ушла. Это что-то происходит, когда мы видим, один брат или сестра делает что-то неправильно или грешит, и не помогает им избавиться от этого греха, а наоборот, распространяет этот грех, другим рассказывает, осуждает этот грех. Это очень важно. Первую часть, на которую мы обратили внимание, ключевые слова, мы их уже все прошли, и вот теле Господнем, о чем я хотел больше поразмешлять, это очень важно, размышлять и рассуждать о теле Христовом, как о членах церкви. Но есть еще один, тридцатый стих, который, не хотелось бы сегодня его читать, но он здесь записан, и Господь к нам говорит сегодня его. Оттого многое из вас немощные, больные, и немало умирают. Мы много раз слышали, что одна из причин, почему вечеря Господня откладывалась или не было согласия, мы боялись не заболеть. Но Господь еще тогда, когда говорил Слово Божие, говорил, что есть опасность в участии в вечере Господней не только заболеть, но умереть. Кто-то говорит и понимает, что это не физическая смерть или болезнь, но это так. Это физическая смерть, это физическая болезнь. Об этом говорит Слово Божие, об этом можно посмотреть в разные переводы. И этого нужно помнить для того, чтобы участвовать в правильной вечере Господней. Вот эти шесть слов оттого. Что значит оттого? Мы все понимаем, что это оттого, то, что выше сказано. Оттого многие из вас немощные и больные умирает. Отчего? Оттого, что не рассуждает о теле Господнем, мы уже два пункта сказали, о теле Господнем, как распятом, умершем, и о теле Господнем, так, как теле Христовом, это Церковь. Первый момент. Второй момент. Не рассуждает и участвует недостойно. Участвует недостойно, это когда не привели свое сердце в порядок перед Господом. И так же, если нужно, перед другим человеком. И это самое большее, от чего люди, многие, здесь говорится второе слово, многие. Это не только касается какого-то рядового члена, который редко ходит на собрания. Это касается многих большинств членов Церкви, и никто не застрахован, если он не делает так, как говорится Слово Божие, говорится, от того, многие из вас, то есть, конкретно говорится, из нас, из членов Церкви, немощные. Это физическая немощь. Мы можем даже не думать, почему я физический, и это не зависит возрастом, молодой, старый. Физическая немощь может быть напрямую. Это Господь говорит. Это говорит Господь в прославленном теле, через апостол Павла, что многие из нас, сидящие здесь, могут быть немощны, потому что недостойно участвуют в вечере Господне. Еще больше, говорится, не только немощны, а больные могут заболеть. Могут заболеть не то по какой-то другой причине, но напрямую участвуют в вечере Господне и могут заболеть. И хуже всего кажется нам это умереть. Физическая смерть. Это бывает. Об этом говорит Писание. Но когда я размышлял, вникало эти тексты Писания, мне возник вопрос, почему мы, я никогда не слышал свидетельства о том, что люди умирали после недостойной участия вечеры Господней. Вы когда-то слышали, что брат, сестра перед смертью говорит, я знаю, почему я умираю. Я умираю, потому что я долгое время или долгие годы или один раз или как это было недостойно участвовать в вечере Господне. Я такое свидетельство никогда не слышал. Я не слышал свидетельства, что кто-то говорил, я немощен, я вот, вот мало мне сил, потому что я в прошлый раз участвую в вечере Господне недостойно. Почему так? Я думаю, что и из нас, наверное, никто не слышал. Кто-то, возможно, знает за себя лично, а за другого я не знаю. Я хотел бы узнать, если это так. Размещая Слово Божие, я себе выписал три пункта. Только я и Бог знаем, достойно я участвую или в вечере Господне. Это скрыто. Вот когда мы будем участвовать в вечере Господне, от всех это скрыто. Даже если тот брат или сестра что-то сделали не так сильно, греховно, возможно, минуту назад они примирились с Господом. И если мы думаем, что он недостойно участвует, мы этого не знаем. Только он и Бог знает. Не всегда сам согрешающий знает, почему он болеет. Если мы иногда болеем, и мы не знаем до конца, почему мы болеем. вирус какой-то или простуда или что-то еще, много бывает причин болезни. Поэтому и не всегда мы насмелимся вот заявить и сказать, я болею, потому что я не участвую в вечере Господне. Неправильно. И поэтому нет таких свидетельств. Мы не знаем, кто правильный, кто неправильный, поэтому мы не можем осудить человека, который болеет или кто-то умирает. Почему он умирает? Мы не знаем. Это от нас Господь скрыл. И поэтому мы не можем это сказать. И даже человек не может за себя сказать в больших случаях, что почему он болеет. Хотя бы кажется, что он должен был знать. И третий пункт. Бог не хочет, чтобы мы участвовали в страхе, а по вере. Вот если бы я знаю, что этот человек заболел конкретно за вечеря, потому что он участвовал в неправильной вечере Господней, у меня будет страх, чтобы проверить свое сердце, чтобы я участвовал правильно. Потому что я боюсь заболеть, я боюсь умереть. Но Господь говорит, нет, это неправильный подход. Правильный подход достаточно просто поверить, что Господь говорит, что умрет, заболеете, будете недугой. И вот достаточно. Вот вся эта дополнительная информация, она сейчас не нужна. Нужно только поверить, так как мы верим, что мы будем жить на небе без основания. Никто, мы никогда там не были, ни наши родственники, ни наши близкие, ни дальние. Мы просто верим в этом Слове. Также Господь хочет, чтобы мы просто верили, если Он написал, что болеют, немощны, умирают. Это достаточно. И поэтому мы, возможно, никогда не услышим свидетельства. Возможно, вот самый близкий муж или жена скажет. А в общем, на больших уровнях мы не можем узнать. Все, что мы можем сделать, это проверять в Писании и повиноваться Ему. Поверить в Писании и повиноваться Ему. Как поверить в Писание? Писание говорит так, значит это так. Писание говорит повиноваться, то есть участвовать и достойно, значит так делать. Иоанна 5,6. Однажды Иисус задал такой вопрос. И Иисус, увидев Его лежащую и узнал, что Он лежит, уже долгое время говорит Ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Вот такой Иисус задал однажды вопрос. Сегодня Он задает каждому мне. И я уверен, что каждый из нас отвечает, да, Господи, я хочу быть здоровым. Я хочу быть здоровым в духе, в теле. Я хочу быть здоровым. И Господь предлагает вариант, как быть здоровым. Во-первых, здесь Слово Божие говорит, что нужно участвовать в Вечере Господней. И то, что мы так долго не участвовали в Вечере Господней, здесь нет ничего хорошего. Мы знаем, что первые христиане участвовали намного чаще в Вечере Господней. Даже были моменты каждый день, раз в неделю и так дальше. Поэтому это благословение участвовать в Вечере Господней. Так как неправильно или не участвовать в Вечере Господней несет вред нашему духу. Так же участие в Вечере Господней, это несет благословение каждому из нас. Подобно, как рана есть на руке и пронесешь ему обличение, как это привязываешь. Это хорошо для этого члена Церкви, для всего тела. Так же хорошо участвовать в Вечере Господней. И я не думаю, что есть среди нас или здесь говорится, что человек может дойти до такого степени, так далеко зайти, что он не может привести в свое сердце порядок. Такого не может быть. И такое длительное время, в котором мы не участвуем в Вечере Господней, лучше сделать все возможное, а себя зависимое, чтобы рассуждать о теле Господнем. Чтобы участвовать достойно в теле Господнем. Потому что мы в этом нуждаемся больше, чем мы можем себе представить, больше, чем мы можем понимаем. Как тело без пищи долгое время не может жить. Что-то подобное тело духовное без Вечеры Господней, оно слабеет. Оно слабеет. Мы до конца не можем понять, объяснить. Но Господь, если Он повелел участвовать в Вечере Господней, значит, так нужно, надо делать. Если Он повелел, как участвовать в Вечере Господней, то будем так участвовать. После 30 стиха там еще такие стихи говорит. Оттого многие из вас немощные, больные и немало умирают. И эти два стиха, как бы хотелось бы, чтобы они не коснулись никого из нас. Ибо если мы бы судили самих себя, то не были бы судимые. И вот этот момент, который мы должны сделать. Судить самих себя, чтобы не были судимые. Судить не брата, не сестру, не говори, что он неправ, что что-то может быть в нашей голове. Но судить самих себя, чтобы не быть судимыми. И 32 стих. Если мы недостойно участвуем в Вечере Господней, что происходит? Будучи же судимые, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Осужденным с миром мы понимаем, что это смерть вторая, это куда весь мир идет. И Господь говорит, если человек не осуждает себя, не проверяет свое сердце, то приходит момент, в который Господь вмешивается в его жизнь, допускает ему немощь. Иногда, когда мы в немощи, мы больше стремимся к Господу. Если не работает, допускает болезни, чтобы человек все-таки остановился, все-таки примирился. И если и это не работает, он допускает физическую смерть. Почему? Будучи же судимыми, наказываемся от Господа. Это наказание от Господа. Не умереть, не свое время, чтобы не быть осужденным с миром. Но как бы хотелось бы, чтобы Господь здесь сказал нам, что мы не наказываемся от Господа, а мы получаем от Господа благословение. Чтобы сегодня и в дальнейшем каждый раз, когда я что-то думаю против брата или против сестры сказать, я хорошо помню, что это не просто какая-то семья, какой-то брат, какой-то кто-то еще менее важный, но это часть тела Христового. Если в нашем разуме будут так настроены вот такие мысли, если мы эти стихи выучим наизусть много-много десяток раз, прочитаем, то я думаю, прежде чем мы захотим осудить брата этого, возможно, мы помолимся, попросим Господа силы, чтобы подойти к этому брату и перевязать его рану, его грех, а не взять как-то бы и наоборот еще раз сделать что-то, что человек по плоти на это способный. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы все участвовали в вечере Господне достойно, чтобы мы поразмешляли о теле Господнем, как физическом, в котором он был на земле, так и в том, в котором он сейчас пребывает на земле, то есть в членах церкви. Если нужно примириться, пусть это ничего не препятствует нас, ни страх, ни какие-то еще другие, потому что мы хотим участвовать в вечере Господне, потому что это заповедал нам Господь. И сейчас будем молиться, будем проверять свое сердце, настраивать, чтобы мы были готовы для участия в вечере Господне. Аминь. Слушай и назидайся. Слушай и назидайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...